Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами снова Елена и канал Женские Секреты. 10 дней назад я делала обзор цветочков своих. Сейчас хочу показать, что у меня в теплице на сегодняшний день. Конечно, лето у нас не ахти какое, но первые помидорки начали краснеть на кустике. Это очень радует. Сорта у меня все разные. Это вот сорт, не скажу какой. Моя любовь называется. Было два кустика. Один был прям совсем зачахленький. Хотела его выбросить. Вон, в принципе, догоняет. И сорт Катя. Первые вот помидорки покраснели на кусту. Конечно, помидоры еще наливаются. И начались ночные холода. Купила я по весне вот такие инфракрасные обогреватели. И, наконец-то, мы их повесили. Два обогревателя. Они греют не воздух, а греют поверхность. И, несмотря на то, что ночью было около 7 градусов, вот здесь я положила на грунт термометр. Здесь температура 23 градуса. Надеюсь, что в этом году фитофтора меня обойдет стороной. Потому что каждый год одно и то же. Помидоры только начинают наливаться. И чем бы я ни обрабатывала, и орданом, и фитоспорином, и всякими разными биопрепаратами, химическими, и все равно вот это вот сорс Гагашары. Кругленькие, маленькие. И все равно сыро, холодно, и начинается фитофтора. Вот такие перчики уже желтеют. Это желтоплодные, насколько я помню. Вот такие перчики висят. Занесла вот домой. Холодно было ночью. Пришлось занести. Тут куст уже свалился. Не подвязала. Но пусть уже теперь лежит. Такие беленькие уже. Перчики в этом году прямо хорошенькие. Мне нравятся. Конечно, это сорта низкорослые и скороспелые. Но зато хочется покушать их именно в спелом состоянии, а не в зеленом. Срывать и дозаривать дома. В том году я срывала зеленые. Они долго-долго лежат, не спеют, а только засыхают. Тут тоже кругленькие Гагашары. Это низкорослый сорт. Пошли у меня огурчики. Наконец-то в этом году у всех с огурцами беда. У меня была такая же. Холодные ночи. И огурцы погнили у корня и попадали. Вот то, что у меня осталось. Рассада невысаженная. Думала на улицу ее посадить или куда. Я всегда высадила то, что было про запас. То есть осталось у меня всего 6 корней огурцов. Но тем не менее, потихонечку они начинают нарастать. Конечно, это не супер урожай, но покушать свежими хватит. Дурканула. Посадила. Вот осталось 3 куста патиссонов. Взяла и посадила зачем-то в теплицу. Они заняли у меня всю теплицу. В общем, пока еще здесь до урожая очень далеко. Но надеюсь, что с обогревателями в этом году будет обстановка лучше стоять. Здесь у меня стоят розы, черенки. Подготовила я себе вот такой шикарный стеллаж. Здесь подложка. Вот эти коврики для укоренения. У меня целая партия там стоит клематисов. Им нужен нижний подогрев. Наконец-то у меня теперь есть электричество в теплице. Вот эти подогревающие коврики. Температура вот у этого 21-25, у этих до 35. Но я его положу. Один коврик, сверху две плитки. То есть, чтобы вся поверхность прогревалась и не было слишком горячо. с укоренением тоже надеюсь, что будет лучше в этом сезоне. В эту грядку здесь раньше росли огурцы. В этом сезоне решила посадить кабачки и патиссоны. Патиссоны выращиваю первый год. Весьма забавная такая культура. Вот такие желтоплодные кабачки. Два кустика и два кустика скворушки. Это темно-темные длинноплодные. Ну и патиссончики. Вот такие вот смешные висят. Вот этот сорт уже начался, а там желтенькие как-то они попозже. Вот там тоже вон видно уже завязи есть. А если тепло постоит, то еще и такие пособираем. Вчера вот собрала то, что у меня уже поспело. Патиссончики и вот такие желтоплодные кабачки интересные и темненькие. Ну, в общем, на партию икры хватит. Расцвелимые флоксики. Это старый кустик. В этом сезоне у меня еще много-много новинок. Они только еще набирают силу. Но флоксы вообще шикарные. Надо сказать, мне очень они нравятся. Ароматные и нарядные долго цветут. Доцветают клематисы. Некоторые доцветают, некоторые только-только начинаются. Вот Акаиши пошла вторая волна цветения. Вот этот он цветет уже давно. Наконец-то пинг фэнтези распустился. Вот это вот первый цветок махровый. Вот такие вот красивые махровые цветочки. Это периода доцветает. президент начал цвести. Очень красивые большие цветки. Так, это у меня карнаби. Вот парочка бутонов уже была. Вот такой вот красивый цветочек. Этот я уже показывала. Это сорт пилу. Они чем-то сходные, но разные. Так, тут еще один президент. Посмотрите, какой яркий, красивый цветок. И вот этот у меня сорт миссис Чалман Дейли. Доцветает. Но еще вот остались бутончики. Обрываю периодически вот эти бубышки, и они распускаются новые бутоны. Расцвели новые лилии, лаги бриды. Посмотрите, какие огромные. Вот здесь всего две ветки и целый букет. Потрясающий стоит запах. И вот такие похожие на шапочку незнайки. Очень красивые. Они колокольчики поникающие, и с них вода стекает. Даже после дождей они выглядят очень даже симпатично. Очень красивые новые сорта. Катарантус тут вовсю цветет. Три сорта. Вот такой бордовый. Трава выросла. розовый лед. В домашних условиях он светло-светло-розовый, а на солнышке вот такой загорелый. И вот такой еще сорт интересный. Сейчас название уже не помню. Так, вот моя бочка с питуньями. и здесь клематис аж первые цветочки дал. Сорту соответствует. Посмотрите сколько бутонов. Ну, конечно, у него маловатый объем горшка, но бутонов много. Он сам по себе не слишком большой. Но тут вот прям целые гроздья бутонов. Так, чтобы свести ему придется еще длительное время. Так, это у меня виноград башкирский ранний. Завязей в этом сезоне мало. Тут просто одна кисточка, потому что основная плеть у меня подопрела. Но вот в этом сезоне хорошие такие побеги он дал. Я надеюсь, на следующий сезон это будет новый рукав, который будет плодоносик. Так, тут тоже желтенькие кабачки. Это молодой виноградик. Не знала куда посадить, повтыкала где попало. И сорт загадка Шарова. Тоже вот висят гроздочки. Но в этом году конечно мало завязалось. Зато те, которые в ведрах, я вам сейчас покажу, намного лучше себя чувствуют. Вишня у меня в этом году померзла. Было 4 куста, все 4 свалились. Вымерзли напрочь. Вот молодые только вишенки обрастают тут немножко ягодки. Есть тут конечно джунгли, но надо будет все это осенью пересаживать, как-то приводить в порядок. Малина только начинается. У многих малина померзла, но у меня в этом сезоне тоже как бы не сказать, хороший урожай. зеленых висит много. Хорошая в этом году черная смородина. Листья уже пожелтели, но посмотрите вон падают уже ветки. Надо собирать. Были дожди. Хочу никак не доберусь. Конечно листья здоровыми не назовешь, но ягодки висят хорошенькие. Вот этот сорт. Посмотрите, куст практически лысый, а ягоды висит очень-очень много. И она и крупная, и сладкая. Не собирала еще золотистую смородину. У нее тоже очень много ягоды висит. посмотрите что творится уже сыпется некому и некогда собрать. Из плодовых у меня спрашивали, что у меня есть из плодовых. Вот эта яблонька чудная ей уже года 4 наверное вот она набирает вот эти веточки плодушки. Думала в этом году подсветет, но не подсвела. Жду. И вот это рубиновое московское ожерелье. это колоновидная яблоня. Думала она не выживет. Она выжила, но сирень ей мешает. Придется ее осенью пересаживать. Вот такая огроменная слива у меня выросла из черенка. Здесь у меня росла груша и она ее прямо забила. Придется пересаживать теперь грушу на солнышко. Буквально за 2 за 3 сезона вот эта слива из череночка укорененного вот такая вот вымахала. Тоже надеюсь, что на следующий год попробуем уже плоды. Так, вот это яблоня по-моему приземленная. Сейчас уже даже не помню. та чудная а вот это брат чудного а вот это карликовая приземленная была и вот этикетки уже постирались теперь не скажу даже какой сорт. Так, вот второй куст белой смородины тоже очень много висит ягода надо собирать а собирать не охота и некогда и огромный куст красной смородины вот с одного куста собрали ровно 10-литровое ведро. Обработала молодые гортензии крупнолистные они все у меня синие хомом вчера прошлась потому что местами стала появляться мучнистая роса так что у меня тут из новинок ну вот этот новенький флоксик еще не цветет мальва это штук розы или мальва многолетняя вышла думала она у меня сгинет она просто поздно проснулась новые сорта флоксов такой сиренево фиолетовый интересная такая расцветка необычная этот еще не цвел вот такой интересный цвет это из новеньких белый новенький тоже вот такой забавный флокс посмотрите какая расцветка так начинают лилии вот это новый сорт желтая распустилась эти еще собираются только цвести это все новенькие вот это белая уже цвела на одном кустике целый букет так вот новый флоксик вот это лилия еще не цвела доцветает дельфиниум голубое кружево тут тоже флоксики новой еще нет вот какая лилия шикарная так оранжевых у меня много это старенький вот этот сорт очень красивый розовый очень ароматный гибискусы наконец-то я дождусь цветения вот пошли первые бутоны это купленные в этом сезоне эти еще не зимовали это гибискусы морозостойки сирийские и надеюсь я что мы полюбуемся ими хост у меня цветет вот такая интересная у нее расцветка очень симпатичная говорят что хосты не цветут ну вот такой сорт мне попался кстати одна из гортензии которую я получала весной из горшинки это бесконечное лето посмотрите какая прелесть часть из них я пересадила вчера надо дать побольше объем и обязательно калийные подкормки чтобы вызрел кустик расцвела кипельно белая теперь вот такая стала розоватая надеюсь еще и до синего цвета мы дождемся так вот это моя клубневая бегония красотка второй год растет уже основная масса роз уже отцвела ну вот распустился сорт пятерочка тут был пересорт я не знала как называется просто цифру поставила посмотрите какие солнечные красивые цветочки так ну петунии ими никого уже не удивить они сейчас у всех в прошлом сезоне я сеяла цинирарию про нее я показывала рассказывала и несколько кустиков они у меня перезимовали дома сидели такие зачахлики ну вот сейчас я их высадила они себя очень даже неплохо чувствуют сеяла в этом году лаванду хорошо она прижилась не знаю как она перезимует вот несколько кустиков выкапывать конечно я ее не буду но надеюсь что перезимует здесь у меня жакман расцвел в полную силу сухие листья это последствия того что я брала черенки какие-то вытянула какие-то не вытянула решила не ломать подождать пока они высохнут чтобы убрать очень красивый высокорослый сорт вот арка двухметровая посмотрите как он красиво нарядно выглядит вильде лион уже практически доцвел здесь у меня фруктовый садик это виноград триумф вот такие гроздочки не знаю успеют вызреть или нет но завязал очень хорошо во всяком случае ведра можно занести это неретинский тоже несколько кистей висит это виноград один вот в 20 литровых ведрах ведра укладываем вместе с розами и со всякой сячиной и здесь еще это тоже по-моему неретинский вот такие гроздочки завязались поспеют или нет не знаю черешня колоновидная у меня цвела но колоновидной я бы ее не назвала но тем не менее цвела слива цвела но плодов не было потому что по два кустика и цвели в разное время вот здесь у меня колоновидные яблоньки тоже на некоторых цвет был но завезения было так вот у меня несколько сортов этих колоновидных яблонек тут опять слива вот это яблоньки которые зимой у меня здесь же лежа спят отдыхают гибискусы сирийские вот это новиночки тоже вот-вот зацветут малыши это дома я их размножала так что у меня еще тут вот два гибискуса это черешня это груша вот эта груша что-то запаршивила гибискус не хватает калия по всей видимости или холодно было немножко захлорозили два вот этот уже цвел майка набирает бутон так здесь у меня метельчатые гортензии это Red Wins пока еще никак не раскачается не знаю успеет ли подсвести или не успеет но надеюсь это Сибила тоже еще даже бутоны не набрала вот это или это Грандифлора или Vanilla Fries точно не помню потому что выкапывала их из грунта пересаживала в горшки они в таких больших горшках я уже показывала вот это неподписанное не помню что за сорт зацветет узнаем называется это Гортензия Фантом вот такие огромные две ветки но бутонов пока нет так а вот это тоже это или не ванил это скорее всего Грандифлора потому что у ванилы такие более длинные соцветия более вытянутые а у Грандифлоры покороче ну полного распуска конечно еще нет только только несколько кистей набрала здесь тоже вот это точно ванила но она точно не успевает это Аннабель и вот это Самарлав это новенькая недавно купленная начеренковала целую кучу гортензий метельчатых в прошлом сезоне я крупнолистными занималась сейчас вот метельчатых три четыре коробки стоит надеюсь что на следующий сезон будет рассадила наконец-то новенькие клематисы которые недавно пришли из русского огорода первый раз шесть получила и второй раз рассадила они сейчас укоренятся и будут зимовать уже здесь это вот мои черенки которые я укореняла в прошлом сезоне они уже окрепли зимовали здесь на грунте я их просто укрывала вот в этом году еще хочу попробовать гибискусы оставить не знаю малышня перезимует или нет но погреби у меня места нет чтобы все это увести ну и конечно красотки питуньи разрослись распушились вазонов даже не видно после дождя немножко поникают мне мелкоцветковые понравились чем что они хорошо держат дождь смотрите какая целая клумба и плюс еще аромат от лилии вообще сногсшибательный тут клубника клубника в этом году паршивенькая потому что сначала было очень жарко потом стало холодно пошли дожди хочу все это перекопать и обновить грядки с клубникой так тут еще из серии изи изи вейв несколько вазонов тоже уже им тесно цветки не обрывала посмотрите сколько завязалось семян буду в этом году собирать свои семена в том году я собирала семена получились очень даже красивые и считаю что покупать не обязательно плющ ой не плющ этот хмель тоже красавчик расплелся картошка после ливня вся почернела попадала боюсь что помидоры тоже заболеют поэтому все позакрывала теплицы вот такие вот у меня сегодня новости новиночки кому интересно подписывайтесь на канал задавайте вопросы рассказываю про разные растения вот экспериментирую теперь сирийскими гибискусами и с древовидными пионами не знаю что из этого получится ну и конечно крупнолистные гортензии очень много сортов выписала и надеюсь что я их размножу и сохраню на этой красивой ноте всем пока и до новых встреч